Я Джим Дженнер. Я рад всех приветствовать. Глядя на это замерзшее горное озеро Блесмонтана, вам и в голову не придет, что сегодня особый день. Равноденствие. Сегодня 21 марта. Первый день весны в северном полушарии и первый день осени в южном. Без календаря я бы не смог отличить этот день. Но для животного царства он особенный. Смена времен года. Равноденствие случается дважды в году, в марте и сентябре. И где бы вы ни жили, это очень важный день для ваших голубей. Сегодня световой день равен ровно 12 часам. Но завтра день будет на 4 минуты длиннее. И еще на 4, послезавтра. И так далее. Через 3 месяца, 21 июня, день здесь будет равен 16 часам. И чем севернее, тем длиннее будет световой день. Но вернемся в настоящее. Увеличение дня после равноденствия сигнализирует нашим голубям о наступлении весны. А весна — это тепло, растительность, еда и время плодиться. И после летнего солнцестояния дни начнут укорачиваться. Это сигнал, чтобы сбрасывать оперение и отращивать новое, прежде чем наступит зима. Конечно, в голубятнях птицы оторваны от всего этого. Но увеличенные дни после равноденствия — это сигнал и для домашних голубей, как и для дикой фауны. Это самый мощный сигнал, который они получают. Об этом наш фильм. Манипуляции со светом — одно из важнейших достижений в развитии голубинного спорта. Поскольку, управляя светом, увеличивая световой день или темноту, можно воздействовать на физическое состояние птиц и количество перьев на их крыльях во время сезона гонок. Есть много способов добиться этого, и в этом фильме вы узнаете, как использовать свет. Итак, мы начинаем наше путешествие через тьму и свет. Тьма и свет. Люди тьмы и люди света Прежде чем прояснить этот вопрос, разъясним основные моменты. Сначала мы познакомимся с теми, кто помог нам сделать эту передачу. Обсудим силу света и как готовить птиц к гонкам. Потом пообщаемся с голубеводами, использующими затемнение, чтобы выигрывать, и с теми, кто использует осветление. Начнем мы с наших друзей в Европе, которых вы видели в предыдущих передачах. Я отправился в Голландию и навестил Арчи Лакенза, одного из первых голубеводов, начавших манипуляции с затемнением. Арчи не приходится самому заниматься работой и занавесом, поскольку Янцов помогает выращивать его братья. И его команда все еще одна из ведущих в стране. Затем я полетел в Британию, пообщался с Фрэнком Таскером и Джеффом Кертландом, старыми друзьями, которые начали использовать систему затемнения более десяти лет назад. Я также навестил Криса Сайленда. Он новое имя в голубинах гонках и обладатель нового рекорда в национальных состязаниях. В 2009-м Крис и его жена Денис завоевали пять первых мест, и птицы оказывали среди лучших 50-31 раз. Тот самый день, когда я стоял на замерзшем озере в Монтане, эти великие голубеводы приступали к затемнению. Вы услышите, как и зачем они делают то, что делают. Некоторых из этих голубеводов в Англии вы, возможно, раньше не знали. Карл Апселл и его партнер Тревор Фрост применяют довольно простой метод затемнения, который может опробовать любой. Неподалеку от них Диаринг Питерс, тоже местный профи, являющийся не только обладателем выдающихся результатов, но и хозяином прекрасной голубятни. И, наконец, я посетил Дэвида Гловера, также известного британского голубевода. Он умеет хорошо объяснять и прекрасно знаком с процессом затемнения. Таков краткий обзор британцев-голубеводов, использующих метод затемнения. Но будь этот фильм лишь об одной системе, я бы на том и остановился. Но он называется «Тьма и свет», и потому нельзя не упомянуть практикующих противоположный метод и отнюдь не безуспешно. Таскер, Питерс, Апселл и другие могут считать себя мэтрами в округе Бостон, Старой Англии. Но в Бостоне, штат Массачусетс, нет никого круче Джона Сэмпсона. В 1994 году на Бостонской конвенции голубеводов птицы Джона заняли первые восемь позиций. Во время открытого первенства в прошлом году команда братьев Сэмпсонов побила все рекорды, заняв первые девять мест при пяти тысячах птиц. Его успех не оставался в секрете надолго. Он выпустил подробный фильм про свой метод «Использование света для контроля линьки у молодых птиц». Когда я начал работать над этой темой, я связался с Джоном, и он любезно разрешил мне использовать кадры из его фильма. И к этому экскурсу в прошлое, когда 15 лет назад Джон рассказал про инновационную систему, я хотел бы добавить и новые материалы от его последователей. Так я отправился в Калифорнию навестить Алекса Бича и других славных калифорнийских голубеводов, которые также применяют свет. Я остановился у Стива Стерча, птицевода, для которого это и работа, и игра. Он выращивает почти 30 тысяч фазанов, а по выходным тихий фермер превращается в отчаянного участника голубиногонок. Владельца второй голубятни в Америке. Стив во многом обязан своим успехам системе освещения, концепции, которые он разработал с Алексом. Мы также познакомимся с работниками фермы Джина Тембрика, который выращивает орешник на этих равнинах. В 2008 году его голуби были одними из лучших в Америке. Джин также разводит скаковых лошадей. И мы поговорим об использовании системы осветления при работе с лошадками. Алекс Бич отказался от контракта по голубинам гонкам и теперь занимается совершенствованием системы освещения. Что-то в его работе похоже на работу Джона, а что-то есть новое. Алекс также снял фильм про свои методики. Я рекомендую посмотреть фильмы обоих. Они есть в продаже. Там более подробно расписаны нюансы, чего мы не можем сделать в данном обзоре. Информация по ним будет в конце передачи. Итак, следующий час вы проведете в компании с лучшими голубеводами как Европы, так и Соединенных Штатов. Надеюсь, что к концу программы вы разберетесь в том, что собой представляют эти системы манипуляции светом. Основы. Давайте начнем со снов. Что мы хотим сделать для наших птиц? Манипуляция со светом — это инструмент, чтобы контролировать время линьки голубей. Потому что в период, когда они линяют, от 6 до 10 недель, следует учитывать при их участии в гонках. В конце лета птицы обычно линяют перьями с крыла, а на исходе зимы линяют туловище. Все зависит от возрастания или убывания солнечного света. Мы всегда знали тот факт, что линька важна, особенно при гонках молодняка, по простой причине. Сегодня птицы плодятся намного раньше, чем несколько десятилетий назад. Джон Сэмсон продемонстрировал это в своем видео. Вот так выглядят яйца моего молодняка, которые плодятся первым. Они вырастут вот такими. Краеугольный камень манипуляции светом подготовка приплода молодняка зимой, чтобы они как можно больше повзрослели к следующему потомству. Сегодня голубебоды устраивают голубиные гонки вдвое чаще, чем в прежние времена. Современные гонщие голуби крупнее, сильнее и более зрелые. В течение трех месяцев, начиная с декабря, у голубеводов есть возможность использовать свет для воздействия на период линьки, которому птицы следуют в природе. И контроль линьки — это не просто обеспечение полноценного крыла на гонках. Линька-туловище также связана с большим стрессом, и голубеводы это учитывают. Потому что, умея наши голуби говорить, они бы точно сказали нам, что они терпеть не могут летать, тем более на гонках, во время линьки-туловища, особенно когда уши молодого голубя оголены. Я надеюсь, вы внимательно послушаете, что будут рассказывать голубеводы о сезонах гонок. Поскольку один из ключевых моментов выбора той или иной системы — это время проведения гонок и насколько система затемнения или осветления годится для этого периода. И, наконец, помните, что времена года — результат оборота планеты. На экваторе всегда 12 часов в день и 12 часов в ночь. У них нет двух времен года, но на широте 55 градусов к северу, в районе Белфаста, световой день в январе — 7 часов и 17 часов в июне. Отвезите ирландского голубя в Рим и включите свет на 17 часов в сутки, и он будет думать, что сейчас лето. Отключайте свет на 17 часов, и его тело будет ощущать зиму. В природе ответственность за смену времен года лежит на Солнце, но в голубятних ответственность на нас. Пусть все с виду просто, но вы все же играете с самой мощной силой в жизни голубей. Об этом нужно всегда помнить. Сила света Миллионы лет все развивалось вокруг света. Вы играете с природой, и на нас ответственность. Важно помнить о том колоссальном эффекте, который производит манипуляции со светом. Главное, от чего зависит период линьки голубей, это продолжительность светового дня. Если сравнивать с природой, то весной. В конце февраля, начале марта, когда день становится длиннее, птицы начинают петь. Они вьют гнезда, даже если холодно. Почему? Не потому, что они знают, что пришла пора, а из-за того, что день увеличился, что также оказывает эйфорический эффект. Когда дни становятся длиннее, возникает еще один эффект. Вы отсрочиваете линьку. Эти кобылы большую часть времени находятся снаружи. Их не держат в заперти, они в загоне, где повсюду... повсюду солнечный свет. У них есть птенцы, достигающие полной зрелости за 8 недель. Им нужно часто менять оперение. В этом помогает манипуляция со светом, иначе они смогли бы делать это лишь дважды в году. Они используют свет, чтобы дать понять птицам, что уже лето, и пора плодиться. Как только световой день начинает увеличиваться, голуби перестают линять. Притом очевидно, что когда мы применяем затемнение, в их жизни, по большому счету, ничего не меняется. Длинный день дает сигнал сбрасывать перья с крыльев. Не только с крыльев, еще и с хвоста. А укороченный день ускоряет линьку туловища. Туловище тоже линяет за день, но ритм длиннее. Только в равноденстве мы имеем 12-часовой период света и 12-часовой темноты. Это конец зимы и начало весны. Изначально подобные идеи исходили от американцев. Там всегда были хорошие голубеводы. Оттуда исходят корни этой идеи. А по Европе она распространилась из Бельгии и из Голландии. Впервые я услышал об этом примерно 15 лет назад. Тогда один мой друг рассказал мне о системе, когда голубятня затемняется, чтобы замедлить линьку у молодых птиц. Чтобы впоследствии новые перья подольше сохранялись. дело было в 70-х. Я тогда задумался, почему птицы, плодящиеся в конце ноября, немедленно начинали сбрасывать перья с туловища, но не с крыльев. И мне было интересно, почему они начинали сбрасывать перья немедленно, именно после зимнего размножения. и причина могла быть только одна. Зимой сокращался световой день, и я подумал, почему бы не изменить времена года, отсрочить зиму. Птицы же не знают, какой там месяц, январь, февраль или март. Вот что за мысль стояла за затемнением. Люди приезжали издалека, просто чтобы взглянуть на это. они не могли в это поверить. Когда вы всю свою команду помещаете в темноту, вне зависимости от того, начали ли они линять, они становятся конкурентно способнее. Вы знаете, я и сам долгое время в это не верил, но превосходство системы затемнения особенно ощущается при сравнении с голубями, выращенными при естественном освещении. При использовании затемнения с ними что-то происходит. Они не сбрасывают перья, что имеет первостепенное значение. Думаю, самый важный вопрос касаемый этой системы, достаточно ли я дисциплинирован, чтобы все довести до конца ради самих голубей. Я думаю, что люди, которые говорят, что система приводит к таким-то последствиям, голуби болеют, не так начинают себя вести и так далее. Тут не система виновата, а нарушение в этой системе. Необходимость быть дисциплинированным, чтобы каждый день все делать правильно. Каждый день. Думаю, это вопрос времени, поскольку в Европе есть талантливые голубеводы. Я ездил в Европу и черпал знания, общаясь с лучшими местными специалистами. У них есть система, которую они называют системой затемнения. Они берут молодняк и помещают их в темноту, чтобы голубя полностью облиняли как можно раньше, в марте-апреле. При этом их тело думает, что сейчас зима, и они не сбрасывают перья с королью. Таким образом, в июле, когда начинаются гонки, птицы линяют очень и очень медленно. Если есть возможность повлиять на источник наибольшего стресса, линька туловища, это хорошо. Я пошел другим путем. Взял декабрьский молодняк и поместил их под 20-часовое освещение на всю зиму. Тогда они в расцвете сил. Конечно, лучше их использовать на пике формы, чем когда они облиняли. Я не назвал бы это каким-то прорывом в науке. Просто мы меняем времена года для голубей, готовя их к гонкам. Может, кто-то скажет, что это негуманно извлекать птицу из естественной среды. Но для меня здесь все просто. Я просто хочу, чтобы птица была в лучшем состоянии к моменту гонок. Я совсем не собираюсь ей навредить. Для меня главное, что они могут летать неделя за неделей. И они не подвержены стрессу, поскольку не сбрасывают перья. Это им помогает и физически, и морально. Благодаря развитию этой новой системы спорт серьезно изменился. Теперь почти во всем мире, если ты не применяешь что-то из этих систем, ты не сможешь держать тот же уровень. Я не думаю, что затемнение причиняет голубям вред. Я считаю, что это полезная разработка. Остальное в ваших руках. Это работает. Знаете, когда голубеводы старого толка привозят своих птиц туда, где их окольцовывают, видно, что у них перья выпадают на шею, и их крылья линяют. И ты видишь, что эти птицы не победят в гонке. Потом вы подходите к другому голубеводу, и даже не приходится спрашивать, использовал ли он затемнение. это видно по прекрасному состоянию птиц. Едва ли это приносит им вред, поскольку на следующий год они в естественном состоянии в июне, к началу сезона. И они абсолютно готовы, без каких-то проблем с линькой. Я повидал много соревнований, я знаю всех лучших участников. так вот, успешный молодняк, те, кто побеждал и занимал вторые, третьи места, был выращен по системе затемнения. Европейцы, которые успешно участвуют в состязаниях, абсолютно уверены, что голубь, который уже начал линять, на гонках абсолютно не ровне тому, у которого есть все перья. И очевидно, что нельзя выпускать голубя на последующие гонки, если он начинает линять. Зачем же их? Зря мучить. Каждый с этим сталкивается. Если пустить все на самотек, то да, мы все сталкиваемся с этой проблемой. Но если мы изменим период линьки, усовершенствуем ее, мы можем ее решить. Это способ не подвергать птиц стрессу, потому что линька самый тяжелый этап жизни голубя. Утверждать, что это противоестественно, просто глупо. Я только качаю головой, когда слышу этих ребят. Все совсем наоборот. Затемнение когда и как Суть затемнения в названии. Вы искусственно создаете ночь во время дня. Таким образом, вы заставляете организмы птиц путать времена года, не зная, что творится за пределами голубятни. Когда и как затемнять и зачем следить в процессе, все это мы обсудим с голубеводами в следующем эпизоде. График затемнения. Я начинаю затемнение в середине марта и до середины мая. После равноденствия 21 марта я начинаю применять затемнение. с 21 марта по 21 июня. Мы начинаем затемнение 21 марта. 21 июня в солнцестоянии завершаем. Эти птицы подвергли затемнению числа 10-12 марта. Я не ждал 21 числа, потому что надо учитывать и погоду также. Начало марта, первая и вторая неделя оптимальна для начала затемнения. тогда максимальная продолжительность светового дня 10 часов. Не имеет значения с какого времени начинаются эти 10 часов. С 8 утра до 6 вечера или с 8 до 7, это не важно, но не более 10 часов. я впускаю свет с 9 до 5 часов. Я обычно начинаю в 7 вечера и до 7 утра. Итак, весь период с 21 марта по 21 июня. Технологии затемнения. процесс затемнения начинается в 5 часов. Я задвигаю окна, перекрывая основной свет. Этих птиц придется согнать отсюда. Давайте, рысь. Следим, чтобы они удачно обосновались. Задвигаем нашу шторку. это просто старое покрывало. Теперь из него все вытащили.